Владимир Владимирович, я знаю, что у вас хороший вкус и чувство юмора. И я уверен, что нам с вами дороги одни и те же советские писатели, артисты, музыканты и юмористы. Дорогой Владимир Владимирович, как вы думаете, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли. Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который родился и вырос в Одессе, с которым вы лично дружили и произведение которого вы наверняка очень любите. Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песню которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм «Место встречи изменить нельзя», с легкостью можете цитировать. Его военные песни являются частью нашей патриотической культуры. Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции в Украине, то мне кажется, что вряд ли его посыл был бы таким же, каким он был в тех его военных песнях. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Баграда никак не могут оправдать то, что происходит прямо сейчас. Очевидно, что мы должны пытаться быть лучше, а не использовать ошибки и преступления, которые другие совершали в прошлом, для того, чтобы оправдать ошибки и преступления, которые мы совершаем сегодня. И как бы нам ни объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России. Эта Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство. Субтитры создавал DimaTorzok